Реально прокачиваться, потому что ей жизнь дана для какой-то прокачки, и она должна ее жить реально. А ты, кто ты такой? Ты Господь Бог, чтобы давать ей возможность жить нереально, а в иллюзорном мире, созданном для нее. Ты не имеешь на это права. И это аморально. Поэтому я стою на том, что это высоко морально, это абсолютно высоко морально, оправданно, говорит женщине правду. Например, я никогда не женюсь на тебе. Вообще никогда не женюсь. Я всегда буду встречаться с новыми разными женщинами. Ты говоришь ей правду. То же самое, женщина охотится по отношению к мужчине любому. Я люблю секс, я всегда буду тебе изменять, потому что я люблю встречаться с другими мужчинами. Это правда. Ты ставишь человека перед фактом. Вот уже от этого у человека съехала крыша. Я ему просто канадцу этому объяснил. Он сказал, что у Тайлера и у ребят, которые там, и у близко такого нету, а это только самое-самое дно старт. То есть, начиная с этих вещей, с осознавания и понимания этих вещей, человек начинает двигаться в теме вверх. Это только старт. То есть, я даже третьего-четвертого уровня не давал этих моральных принципов. Понимаете? Поэтому вот такая история с Тайлером и так далее. Меня постоянно спрашивают, я постоянно отвечаю, что, ребят, мы отмазываемся от ответа, что мне неинтересно. Я объяснил, почему неинтересно, то, чем они занимаются. Потому что все, чем они занимаются, оно не меняет ничего вообще. Это на уровне, где еще нет никаких изменений. И с моральными принципами и установками они не работают и не эволюционируют они. То есть, они не двигают ничего вообще. В принципе, структурно не меняют ничего. И не показывают, какие моральные принципы и установки должны быть изменены в сторону совершенствования общества, в сторону совершенствования жизни и правильности. Потому что это правильно. То есть, это на самом деле абсолютно правильно. Это правильная вещь, в которой стоит и нужно расти. А неправильная вещь – это расти в ложь. То есть, выбирать путь лжи – это неправильная вещь для жизни. А выбирать путь правды – это правильная жизнь. И нужно, необходимо разбираться, потому что тут с правдой разные есть вопросы, и постоянная дискуссия о правде идет все время, да, там, что правда разная, правда опасная, правда туда, правда сюда, и не всегда можно, и не всегда есть, но двухстолетняя дискуссия со времен Канта началась, и до сих пор она происходит, и там невероятно количество людей втянуто в эту невероятную сложную дискуссию по правде, по поводу правды и так далее. Многие люди просто, их мозг, объема мозга не хватает для того, чтобы воспринять все идеи, которые вокруг. На счет практики цигун и китайской культуры и философии. Смотрите, я сейчас занимаюсь созданием, ну, я участвую в проекте, я не последний там человек, вот, по поводу создания специальных машин, алгоритмов для прогноза ЭКГ, да, ну и, соответственно, прогноза здоровья вообще. И мы добились очень многих больших высот, действительно больших высот, ну, когда-нибудь об этом люди узнают, вот. Я вам могу сказать, что это прорывная история, и, конечно, она в сравнении с китайскими знаниями не идет вообще, потому что это история нового совершенно, нового мира. История совершенно новая, да, вот, которой не было до этого вообще, это очень интересно. Так, мне хотят разные люди подключиться, я хотел рыбку подключить. Как наиболее кратко, как называют соблазнение? Раскачка нет, друзья, это очень сложно. Привет! Здравствуйте, какой у вас вопрос? У нас вопрос, мы гладим кота, что вы можете сказать по этому поводу? У нас у кота грязные уши. Он, получается, жил на улице, и у него сейчас ему прописали антибиотики для того, чтобы у него уши не были вот такие вот грязные, видишь? Что вы можете сказать по этому вопросу, как медик? Это здесь, как бы, как бы, нам надо представить, что у нас сейчас обсуждение нейросетей и философии, и начать заниматься с нами кота. Вот, кстати, на счет кота. Да вообще-то это серьезно! Я вижу, что это не чудес такое. Ты смотри, как мы тебя смотрим. Я вообще здесь могу показать, нет? Там в Алисе в стране чудес был кот. Вон, ты видишь? Вот, Алиса в стране чудес, это... Ты у нас вещаешь на большом экране. А, вот, может, я поняла, как ты смотрю. Так, рыбка... Можешь посмотреть на себя. Это одна особенность, у нее проблемы с концентрацией. С того, что выезжать, когда ее нахождение одной темы, нужно тратить энергию. Сотратить энергию. Ну, расскажи мне, что ты думаешь по поводу того, что у моего кота проблемы с ушами. Ты же говорил, что ты медик. Что еще раз? Что еще раз? Ты же говорил, что ты медик. Расскажи, что ты думаешь по поводу того, что у моего кота проблемы с ушами. Знаю рыбки. Сейчас ты вообще-то тупое. Мы забили на YouTube. Мы запили на YouTube, правильно? Что такое? Мы слишком тупые для ваших умных объяснений. Давай я тебя потом подключу. Слушай, а тут вообще какие-то люди? Они на улицу выходят? Или кто у тебя сидит? Котику скажи пока. Батон нас бросили. Сказь, давай. Все, мы с тобой не дружим. Так, пришла рыбка. Рыбка просто в другом состоянии находится. Она не горжет электриктуральной темой, но в какой-то момент может быть будет готова. Вообще на самом деле скажу так, что я тоже сам не могу в определенных состояниях об этом думать. Вот об этих вопросах нужно специальное состояние, нужно где-то закрыститься в каком-то месте. Я сейчас в горах. Я закрыстился в горах и меня начало переть. Наконец-то я начал заниматься этим делом с научной точки зрения. И тогда я начинаю подходить с научной точки зрения к соблазнению. Прорыв обычно происходит к соблазнению. И это влияет действительно на школу, которая добивается просто прорывных результатов. Именно вот такой фундаментальный подход. Именно после того, после этого. Первая книга, которую я писал Жен-Костольцов, самая-самая первая, она была на старте, только первая ступенька была. И там действительно был применен исследовательский подход к теме. Благодаря этому это начало работать у огромного количества людей. То есть действительно до сих пор люди читают эту книгу и до сих пор многие люди лишаются девственности там по этой книге и так далее. У них безумный продукт эффективности в соблазнении именно потому, что научный подход был применен к теме соблазнения, а не какой-то там другой, да? Это очень важно. Не какой-то просто психологический. Да, Настя говорит, что она продает книжку Евротрэш. У нее еще осталась книжка, у меня нет книжки Евротрэш, а у нее есть. Представляете, какая наглая, да? Она продает Евротрэш, а у меня ее у автора нету. Ну, это жопа. Вот что такое имеет в савторах рыбку. Вот, такие вот дела. Со звуком что стало? Не знаю, все нормально. Можешь мне продать. Ну, не надо, да? Продай ее. Я ее читал, у меня там, она, как сказать, потеряется. Лучше продай какому-нибудь человеку, который действительно захочет ее купить себе. Потому что ее в интернете сейчас не найдешь. Вот. И, в общем, лучше пускай это какой-нибудь интересующийся человек купит, которому интересно почитать промеродики. Ну, вообще, конечно, я вам еще раз говорю, вот Евротрэш вы не поймете, если вы не будете знакомы с творческой деятельностью моей. Но это не творческая деятельность, это целая наука, как бы. Если в ней начать разбираться, изучать ее, то тогда в этой ситуации вы можете там начинать изучать Евротрэш. А я знаю еще одну фишку, которой Настя владеет, она сама об этом не знает, никто не знает об этом, о том, чем она владеет, она сама тоже не знает, которая просто делает ее очень уникальным кадром в этом мире, конечно, именно субвознением. И поэтому, поэтому ей открываются доступы на высокие уровни. Этому обучать даже людей стрёмно, на самом деле, у нее это как-то от природы было, но никто ее это не сформулировал. На самом деле, от природы есть у каждого человека особенности, навык. Я когда начинаю раскачивать людей, я это вижу, я на это давлю, я начинаю давить на это как тренер, это начинает влазить, и человек начинает этим как оружием просто всех щемить. И возникает такой уровень, если человек долго развивается и форма в теме, что лидеры мира начинают бояться такого человека. это очень интересно. Вот, друзья, вы, я смотрю, хотите, чтобы я вас подключал, с вами общался, давайте, я вам пообещаю, что, честно, я в следующий раз, я динамик не закрыл, это что-то с телефоном, в следующий раз я выйду, через пару дней, у меня сегодня опять лекция на 5 часов про нейросети будет, вот, мне, как бы, еще два дня я буду грузиться где-то после этого, а, может, в четверг-пять у себя выйду и с вами пообщаемся, и я подключу вас, и я приму от вас там все звонки, которые идут, и пообщаемся с вами по-нормальному. Все, всем пока.